друзья всем привет вы смотрите третью серию проект honda prelude напомню вторая серия закончилась тем что я привез все необходимые кузовные запчасти к своему знакомому в сервис к сожалению выход 3 серии затянулся в связи с тем что кузовной ремонт оказался дольше чем мы предполагали его только недавно автомобиль я забрал сейчас вы увидите небольшую вставку из фото чтобы освежить память каким автомобиль был после дтп и также увидите каким он становился в процессе восстановления кузова приятного просмотра поехали и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, всем привет! Наконец-то забрал автомобиль из кузовного ремонта. Прямо вот в рабочем, в грязном, извиняюсь за внешний вид. Но я думаю, это рабочий момент и все все понимают. Далее автомобиль будет направляться в ремонт технический, к моим знакомым, в сервис. И будут устраняться мелкие последствия после ДТП, которые имеют для меня значимую роль. А еще чем хотелось бы поделиться с вами, это ощущениями. Вот первыми ощущениями давно, потому что я ездил на прелюди уже. Когда я продал свой Audi A6 и взял А5, мне казалось, что опять вообще жесткая табуретка, в ней нет комфорта, шумки и так далее. Но поездив сейчас пару дней на прелюди, я понял, где есть комфорт, а где его нет. Первые ассоциации по прелюду у меня именно с мотоциклом, как это ни странно. То есть такие более яркие ощущения, более яркие эмоции, тем более механика, правый руль. Для меня как бы это не совсем повседневное занятие ездить на правом руле и на механике. Поэтому что-то новое, какие-то эмоции, адреналин, прикольно. Вот что я могу сказать. Поездив два дня, далее автомобиль, как я уже сказал, едет в технический ремонт. И все самое интересное впереди. Те, кто смотрели предыдущие видео на моем канале, возможно, помнят, как я отзывался об Audi A5 только после покупки. Сравнивая ее с A6, мне казалось, что в A5 вообще нет комфорта, шумки и так далее. Но сейчас, сев в нее после Honda Prelude, я понимаю, насколько же это комфортный, удобный, современный, красивый автомобиль. Как бы здесь все под рукой, мягенько, плавно, все классно. Я ни в коем случае не сравниваю Honda Prelude и Audi A5 купе. Потому что между этими автомобилями большой временной интервал. Потому что между этими автомобилями большой, в принципе, технологический прогресс. Но просто как мнение обычного рядового человека, потребителя, водителя, ты сел из одной купе в другую и разница просто огромная. На мой взгляд, Audi A5 больше подходит для ежедневной эксплуатации, для комфортной ежедневной эксплуатации по городу, по трассе, где угодно, неважно. А Honda Prelude больше подходит для отжига по выходным, для получения эмоций, кайфа, драйва и адреналина не каждый день. А иногда выехать, прокатиться на ней, пособирать кучи взглядов окружающих, получить эмоции и адреналина от звука выхлопа, от хондовского старого мотора, ну и так далее. От такой некой же архаичности своего рода. Разные автомобили, разная у них идеология, но по комфорту Audi после Хонды, Audi A5 после Хонды Prelude, конечно, небо и земля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В данный момент я выдвигаюсь из Тульской области в Москву, даже севернее от Москвы немного. По итогу запишу вам видео, тем самым показав, что Хонда Prelude снова в строю и может передвигаться на дальние расстояния. Тула позади, пока полет нормальный, движемся дальше. На нам еще километров... Вообще километров 150, сотку где-то уже проехали. Хонда Prelude, Power of Dreams. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тем летом 2021 года я перегонял данный Prelude из Москвы в Тулу, а теперь Хонда вернулась домой. Мы в Москве, мы дома. Будет еще как минимум одна серия про Prelude, поэтому если ты еще не подписан, обязательно подпишись. И до встречи в следующем видео про Хонда Prelude. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok